доброе всем утро какая у нас темнота на улице очень тепло слышите очень тепло просто вообще жара гром кремит кусты трясутся что там делают капли падают там как-то нет дождя а там прям совсем все печально в общем я-то знаете чем занимаясь вы как это дурной как там голове руки покоя не дает 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 я вчера у меня подруги таня я и такая говорю таня сделай творожные кольца я обожаю творожные кольца она даже не знает что такое чали бы на потенду мама ветер дует сквозняк вот потому что у меня сама очень люблю их и что вы думаете я вчера ночью забацала тогда сделала заварное тесто а сейчас сделала крем здесь творог кстати испанский творог и спинтата тоже испанская сейчас насажу в мешок и и все вот такая кстати смета творог это в лиделе брала он еще и по моему light да видите и по моему даже просроченный да ну ничего страшного мы у меня пока не вздулась значит нормально ладно насаживаем но что со мной будет ну схожу лишний раз туалет хотя нет у меня такой проблемы нету ладно не в этом речь насаживаем и начиняем и будет такая вкуснотища на завтрак ну что пробую у нас какой-то ураган поднялся в общем там все жесть кстати тесто на не на сливочном масле она подсолнечном можно сказать все диетическое пупешное и творог с сметаной и все это взрыв мозга снять рецепт такой ураган поднялся вообще уносит все без сахара естественно сахарозаменителем таня делай обязательно это нереально вкусно все друзья завтраку на работу не поеду кто с такой походу пойдет на работу вот на работу полигмафирскую пойду по магазинам пью кофе и все всем хорошего дня ну все у нас закончился дождик ну как закончился наверное еще будет зонтик я взяла конечно вот и маска в данном случае как средство обогревания потому что вы знаете утром было 20 градусов когда встала а вот сейчас дождь прошел и буквально 13 градусов всего а у меня нос всегда мерзнет поэтому я в этом все в этом случае только рада маски потому что они тепленько как-то шарфик надела уже в общем утеплилась мне вот такой есть плач такой летний у меня нет резиновых сапог вот эти кроссовки у меня выступают как резиновые сапоги потому что ну вот видите у нас дождь не так вот что прям зарядил и льет у нас дождь с утра поле такой прям знаете как ведро на тебя слило и все и закончилось мне вчера сестра племянница прислала фотку что мне какое-то письмо пришло с этого что-то там дорожные транспортные что-то связано блин как бы это знаете что чем не было штрафом хотя блин откуда может быть штраф никуда же не ездим это нам не выслал вчера в ночь глядя и я вот полночи думала что это такое что это может быть надо было ей сказать чтобы она открыла это письмо и посмотрела что это такое чтобы я это смогла спокойно спать смотрите как у нас уже украсили вообще новый год скоро но у меня вообще никакого нет настроения что это новый год смотрите какая красота прикольно так украсили классно счет у меня совсем никакого нет настроения вот от слова ноль прям вот вообще нет никакого настроения что скоро какой-то новый год рождество что нужно елку наряжать знаете а как у вас у вас вообще есть такое настроение вы уже нарядили там что-то или как потому что я вот смотрю на все это как-то вообще не хочется тем более в этом году нам уже сказали что мы отмечать походу не будем не новый год не рождество потому что всего можно будет собраться 6 человек 6 человеком в общем какой-то трэш хотя вы знаете я не люблю все эти ночные приключения ночные праздники и ей не против ей дома посидеть мой блин ладно пошла посмотрю что там за письмо заодно вам покажу расскажу что это такое блин будем надеяться что это не штраф какой-то потому что один у меня уже недавно на том в том месяце содрали сто восемь евро такие вот у нас пироги я люблю вот такую погоду я обожаю дожди я обожаю вообще вот столько знаете чтобы он шел дождик без ветра можно идти было с дождиком а так чтобы в рамлил нет и ветер стул так что вот так и даже подкрасилась чтобы быть красивой чайки не кричите сердцу больно а вообще вы знаете в нашем регионе испании выходя из дома лучше взять очки солнцезащитные чем зонтик потому что с большей вероятностью выйдет солнце чем пойдет дождь я как раз он взяла очки не взяла чайки как кричат к чему бы это либо к дождю либо к тому что выйдет солнце конечно бары очень жалко потому что на террасах можно сидеть только но так как дождик то все нельзя я сначала пойду к сестре зайду к сестре мужа вот а потом уже пойду в магазин схожу кое-какие чтобы знаете не носиться там вдруг что куплю с покупками туда им сюда им письмо то ведь легче чем все остальное но есть одна вероятность того что если я зайду к сестре то я там могу на два часа задержаться потому что начнем болтать разговаривать мы сейчас почти не встречаемся раньше хоть по выходным встречались а сейчас вообще не встречаемся красивые классные вот и как начнешь языками чесать и все пропадаю я ночами пропадаю я стою на почте друзья штраф платить вот так вот сейчас домой приду вам расскажу специально сейчас пошла на почту потому что здесь никого нету в дождик тоже никто не ходит обычно здесь очередь в три верюшки а сейчас никого поэтому думаю сейчас быстренько заплачу потому что там чем быстрее платишь 50 процентов в общем дома все вам расскажу так же смотрите уже какая очередь представляете вот так вот заплатила штраф сейчас опять эти бумажки отнесу племяннице в общем дома все вам расскажу поподробнее что почем и как хорошо прям пришла вот тут испанцы не любят дождя они сразу боятся поэтому я говорю пойду лучше сейчас заплачу чем стоять в области там можно в банке заплатить было но в банк тоже в очередь надо стоять тем более это не мой банк а другой так что пользу когда в испании в андалусии дождь пользуйтесь моментом ходите по магазинам и будет вам счастье потому что не будет очередей вообще нигде что приобрела сейчас приду вам покажу знаете что это пробовать нельзя примерочные закрыты все и блин нет она спрашивает ну как дела я говорю откуда я знаю размеры размеры во всем магазине во всех магазинах они разные я тут смотрю тапки тех которые я хочу нет вот поэтому ну кое-что приобрела если что думаю вечером пойду схожу поменяю там размеры или еще что вот и как то так надо они сейчас все магазины открыты с 4 до 6 раньше с пол шестого было открыто все а сейчас в 4 у нас дождик опять капает такой дождик я люблю так под зонтиком ходить кайфово кайфую дверь у меня кайфую так что вот так гуляем помните на той неделе эта улица у нас была какая пустая сейчас хоть народ ходит в общем я уже почти все купила и вспомнила что нужно мужу купить это комиссия интерьер футболки под одежду как ее назвать вот тут надо кстати посмотреть смотрите что я увидела мою любовь черешня интересно почему она наверное как самолет вообще это хороший фруктовый магазин смотрите какой виноград я виноград люблю но от него так попа растет что мама не горюй поэтому никогда не покупаю купила майки мужу в общем все что надо купила просто глазей ухожу теперь так что я значит взяла 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 вот такие штанишки у меня есть еще розовые кроссовки можно с розовыми кроссовками вот мне они понравились в прошлый раз и мне кажется классные такие они знаете как пунту здесь говорят пунту не навязаны не вязаны ну вот такие вот вот и вот такой гольфик не гольфик я все все таки смотрите мне рукава во первых во первых нет свет у меня плохой у меня лампочка перегорела надо заменить смотрите во первых шея вы помните я вам говорила что мне не нравится когда обтягивает а здесь вот свободная шея вот и такой цвет рюликс в общем классный можно жилетку вот который я купила коричневую под него надеть вот но вообще я эти брюки планирую с другой с другим свитером носить у меня есть свитер в общем классный магазин называется вообще мне очень нравится этот магазин потому что там есть все все размеры большие маленькие то есть я в нем одевала когда весила сто двадцать килограмм ой сто двадцать сто шесть килограмм и сейчас тоже восемьдесят я тоже надеваю купила вот такие сережки тоже потому что там мне продавщица я в общем взяла эти две вещи и она говорит возьми какую-нибудь третью вещь майку какую-нибудь какую-нибудь футболку в общем если берешь две вещи то двадцать процентов скидка ведь у нас черная пятница завтра а если говорит возьмешь еще что-то три вещи то будет 30 процентов возьми говорит что-нибудь и вот тебе будет 30 процентов и я взяла вот такие серге магия камеры как вам показать то и вот под этот свитер я взяла эти брючки мне очень нравится вообще классно супер жду ваших комментариев у меня еще есть свитер оверсайз тоже такой же розового цвета по свободнее его и он тоже подойдет под эти брючки я их еще присмотрела перед всем этим карантином перед всем этим закрытием и вот когда открыли дом там еще было конечно сверху тоже такого же качества судадера вот но я у меня в мыслях уже было носить все это с вот этим свитером поэтому судадера мне как бы не нужно можно красные ботинки надеть который у меня тоже есть в общем суперски вот серьги кстати стоили где 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 3 евро вот смотрите какой чек чарли там чешется это мужу майки там все такое надо стирку отправить вот стоили 3 евро 90 копеек скидка вот это вот водолазка 1599 но 480 скидка и панталон 1799 540 скидка то есть 11 евро не скинули в общем мне кажется зашибись так что и мне очень нравится классно и удобно и тепленько и здорово вообще не модненько шикардос